С Новым годом! С Новым счастьем блин! С Новым годом! С Новым счастьем! Всем привет! Давайте поговорим про прицел для блочных луков и конкретно про многопиновость и однопиновость данных прицелов я для себя выбрал однопиновый прицел и в общем-то наверное больше никогда не вернусь на многопиновый и давайте расскажу почему для охоты все кричат что лучше всего использовать многопиновые прицелы но как показала практика лично моя это не очень как бы гуд объясню почему во первых на многопиновых прицелах это в общем то считается их плюсом это то что у вас сразу много пинов и вы сразу видите дистанции допустим там от 20 до там 60 метров да то есть у вас там 20 30 40 50 там 60 70 и так далее вот но есть у вас там допустим многопиновый прицел и это же его минус то есть есть у вас достаточно темная мишень то есть допустим зверь темные там и у вас темный фон на заднем фоне за и за дверь за зверем там земля да там темный зверь земля сумерки в нифига не увидите то есть у вас вот эти пины просто тупо будут светиться все пять вы не будете ничего из-за этого видеть и фиг попадете второе что говорят из плюсов данного прицела в том что вы просто зарядились его растянулись у вас есть пины вы выбрали нужную вам дистанцию вы ее знаете вы выбрали нужную вам дистанцию вы выстрелили то есть вам не надо нигде ничего критик крутить вы просто зарядились и просто выстрелили опять же не скажу что это такой супер большой плюс потому что во первых можно выстрелить не потому пину просто по своей ошибке. То есть вы, допустим, тренируетесь всегда на дистанцию, допустим, в 40 метров, да, и это у вас там второй пин или там третий пин, да. Вот в моем случае, допустим, это вообще единственный красный пин, это 40 метров будет. Соответственно, я тренируюсь, допустим, на 40 метров, стреляю в основном по красному пину, у меня вышел зверь, и я просто на адреналине на автомате по красному пину, а вышел у меня на 30 метров на зеленый пин, который сразу над красным. Все, я не попал. И стрела воткнулась в землю, извиняюсь, что называется. Вот. Тоже минус, который, в общем-то, выдается за плюс. Ну, опять же, конкретно для меня. И следующее, что, опять же, для меня очень большой минус, это и как раз его очень большой скоб. То есть, именно сама дырка скоба, это для меня минус. Потому что я, когда в него прицелюсь, у меня такое ощущение, что я сижу перед большим телевизором в упор. То есть, для того, чтобы увидеть край, рамку, которую мне надо увидеть при выстраивании оптической оси. То есть, у меня пипсайт, у меня прицел, и мне надо совместить два отверстия, чтобы у меня получилась оптическая ось. И вот такое ощущение, что я сижу перед большим телевизором и пытаюсь увидеть края телевизора, которые мне надо увидеть. Вот. Для меня это тоже минус. И также очень большой минус для меня, опять же, многопиновых прицелов в том, что я не могу быстро сменить боеприпас. То есть, допустим, у меня две стрелы. Одна стрела у меня 350 грамм, и на конце 100 грамм веса она летит, соответственно, легче, дальше и так далее. Вторая стрела у меня на конце 220 грамм веса. Она тоньше, и она летит чуть ближе, потому что она тупо тяжелее. И я не могу на многопиновом прицеле просто вот взял другую стрелу, вставил и выстрелил. Потому что мне надо перепристреливать его весь. То есть, ни одну-две, ни один пин перепристрелять, у меня после этого переставятся все пины, а перепристреливать все пины. Ну, если у меня, конечно, какой-нибудь пижонский там типа реакта прицел, или апекса, который вот с поворачивающейся головой и выстраиванием пинов, то мне надо перепристрелять минимум две дистанции. Вот, соответственно, но я это быстро, опять же, сделать не могу. Ну, максимум я, конечно, могу сделать это, перепристреляв ранее, переворачивать, соответственно, вот этот вот реакт, либо вот этот вот голову перекручивать на нужную мне стрелу. Вот, но не сказал бы, что это там как-то так дофига удобно. И опять же, повторюсь, я не могу это делать достаточно быстро, потому что там не так все точно перекручивается. Вот, наверное, про многопиновые прицелы все. Вот, давайте поговорим про однопиновые. Однопиновые прицелы, в чем их, соответственно, плюс конкретно для меня. Ну, во-первых, это в том, что я, пристреляв две дистанции, пристреливаю все. То есть, допустим, в моем случае у меня наклейка стоит от 20 до 100 метров, и, соответственно, пристреляв две дистанции, допустим, 20-50, я наклеиваю, выбираю нужную наклейку из комплекта прицела, и у меня пристрелены все дистанции от 20 до 100, включая все внутренние дистанции, то есть 22, 37, 56, у меня все пристреляно полностью, и у меня есть под это все маркировка. Также второе, что у него меньше скоб, и из-за того, что у него меньше скоб, соответственно, я не смотрю в края телевизора, сидя в упор перед ним, и я могу стрелять с двумя открытыми глазами, что я не могу сделать с большим скобом, то есть, когда у меня большой скоб, я не могу стрелять с двумя открытыми глазами и видеть всю поляну. Также здесь один, соответственно, пин, который мне значительно проще погасить, то есть, либо перекрыв, соответственно, оптику, либо чуть меньше настроив подсветку. И когда он светится, как бы он не светился ярко, или как бы он не светился тускло, я его вижу, пошло на один, у меня они не смешиваются, то есть, если, допустим, они светятся тускло, и они стоят достаточно близко, они смешиваются тупо, и, ну, ты видишь, как одну полосу такую. Вот, то же самое происходит, когда они светятся ярко, ты тупо видишь только пины и все, и нифига больше не видишь, если мы говорим про стрельбу в темноте. Вот, а если говорить про самый большой плюс этого прицела, это как раз стрельба двумя боеприпасами. То есть, просто тупо наклеиваются сюда две наклейки рядом. Одна наклейка наклеивается под один боеприпас, вторая рядом наклеивается под второй, и все. И, соответственно, я просто выкручиваю наклейку на нужную мне цифру, и просто заряжаю нужный мне боеприпас. Что говорить, если мы будем говорить сейчас про такую вещь, как на охоте вышел зверь на нужную мне дистанцию, мне надо выстрелить. Ну, во-первых, выстрел этот не моментальный, не вскинул и бабахнул, то есть, это не так. Ну, если, конечно, это какой-нибудь там заяц, да, там, может быть, это так. Но я, в общем-то, на такого зверя не охочусь, вот, и если мы говорим про какую-то серьезную добычу, про серьезный трофей, то у вас есть время. У вас есть время, как бабахнуть с дальномера и посмотреть дистанцию точную. То есть, смотрите, там, 36 метров, спокойно выкручиваете свои 36 метров и стреляете по своему одному пину. То есть, это исключает возможность ошибки. То есть, вы, как минимум, стрельнув на дистанцию, вы проверяете, что у вас выставлено на прицеле. После того вы только уже делаете выстрел. Соответственно, вы стреляете по правильному пину и который именно на нужную вам дистанцию, который не на 30 метров и на 20 метров, и стреляете вы посередине, а у вас именно на 36 метров пин. Поэтому это исключает ошибку. Также, ну, нету там, вот, по поводу времени, да, то есть, там нету какого-то там, знаете, там, мороки, какой-то долго что-то где-то, какой-то микроид трещать и так далее. То есть, все происходит очень быстро. То есть, вот, это, вот, секунда времени. При том, что если у вас стрела уже стоит в луке, то есть, она заряжена, поднята полочка, вам только повернуть прицел, при том, стреляющей рукой вы поворачиваете нужный прицел, растягиваете стрелять. При этом вы повернули прицел, сразу же пристегнули релиз, выстрелили. То есть, вам не надо делать какие-то там, вот, дополнительных моредвижений и так далее. Вот, если мы говорим, что вы сидите на тристенде или на засидке. Вот. Также вы можете очень легко делать поправки с однопиновым прицелом, потому что он вам, опять же, не перекрывает поле. Вы выставляете, допустим, на нем 30 метров, зверя у вас вышел на 20, вы понимаете, что вам надо стрельнуть чуть-чуть выше, стреляете. Но лучше, конечно же, перекрутить на свои 20 метров и выстрелить. Вот. Поэтому я выбрал для себя однопиновый прицел, потому что у него маленький скоб, потому что я могу стрелять двумя открытыми глазами, потому что я пристреливаю сразу все дистанции за счет двух выстрелов, а не за счет, там, 50 выстрелов. И самое главное, то, что я могу в любой момент сменить свой боеприпас на два из моих, как бы, комплектных, так скажем, пристреленных ранее. В целом, как-то так. Выбирайте правильное оборудование, стреляйте, как вам удобно, и все такое. Всех наступающим, всем обнял. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте лайки, жамкайте на колокольчик. Давайте, до свидания!